Здравствуйте! С вами Крым Реалии и я Катерина Некреча. Это программа о том, что на самом деле происходит в Крыму. Сегодня в выпуске. Как Крым превращают в обезьяну с гранатой? Они имеют полигон, приближенный к потенциальному театру военных действий. Крым украинский, российский или спорный? Картографический скандал в Чехии. Неправильные карты нужно снять с продажи. Застроить все. Почему ради трассы Таврида нагло уничтожают природу? Это ж погибнет и деревня, и все. Что Поклонская написала о своем муже в новой книге? Я же написатель. Против кого Россия вооружается в Крыму? Оккупированный полуостров уже превратили в мощную военную базу, защищенную с воздуха и моря. Почти ежемесячно в Крыму проходят военные учения. Над полуостровом летают боевые самолеты, ездят БТР и танки. Какое оружие Россия перебросила в Крым? И как на это уже отреагировали в НАТО? Эксклюзивные комментарии в материале Дмитрия Евчина. Вот так перед телекамерами российские военные разворачивают второй дивизион ракетно-зенитных комплексов С-400 «Триумф» недалеко от Севастополя. Это происходило в январе нынешнего года. Командиры объясняют, ракетная система будет контролировать небо над Чангаром и Армянском. Это район условной границы с Украиной. С-400. Она позволяет обнаруживать цели на дальностях до 600 километров. То есть еще при подлете к границе Крыма мы уже будем на нашей системе все это прекрасно увидеть. Первый дивизион С-400 развернули недалеко от Феодосии еще год назад. Тогда смертоносное оружие даже осветили. Тоже показательно перед камерами журналистов. С-400 перекрывает полностью всю крымскую противовоздушную оборону и делает невозможным проникновение сюда ни дронов, ни самолетов, ни других летательных аппаратов. С-400 – оборонительное оружие, но в руках России это реальная угроза, рассказал в эксклюзивном интервью «Крымреали» специалист по программам безопасности НАТО. Из-за появления в регионе российских комплексов С-400 другие страны теперь не могут гарантировать безопасность и защиту своим самолетам. Ведь эти зенитно-ракетные системы могут перехватывать почти все в небе. И реактивные самолеты тоже. С-400 «Триумф» может обстреливать 80 целей одновременно. Максимальная дальность полета ракеты – 400 километров. Гипотетически, такая ракета может долететь до Турции. Расстояние от Севастополя до города Синоп по прямой через Черное море – 315 километров. Это учебные стрельбы ракетного комплекса «Утес» недалеко от Балаклавы. Заброшенный шахтный береговой дивизион Россия восстановила в 2016-м. Возобновили также работу радиолокационной станции «Днепр». Ремонтируют заброшенные советские бункеры. Хотя, по мнению военных экспертов, восстановление устарелой военной инфраструктуры – дело напрасное. Советские базы создавались под стратегию Советского Союза. Они встраивались и строились под задачи, которые ставили с армадом танков, армиям первого эшелона, второго, третьего именно Советского Союза. Поэтому восстановление элементов этих баз просто нецелесообразно. А это уникальные кадры. Дрон исследует военные объекты Федерации на севере Крыма. Беспилотник залетел на оккупированный полуостров со стороны Джанкоя. До сих пор повторить этот маршрут не удалось. Управлял полетом Алексей Бережко, руководитель аэроразведки волонтерского фонда «Сестры Победы». Информации с аэродрома было мало, и было интересно, какая техника там базируется. Как Россия стягивает военную технику на оккупированный полуостров, часто фиксировали сами крымчане. Август 2016-го. В Керчь заезжают десятки военных КамАЗов и Уралов. Тот же год, но Симферополь. В город перебросили колонну БТРов. А вот бронетехника на обочине трассы в Белогорском районе. Эти кадры отсняли журналисты Крымреалии. В Крым завозят военные телекоммуникационные комплексы. Это техника для военной связи. В военный аэропорт Саках Россия перебросила бомбардировщики Су-24 и истребители Су-30СМ. Также россияне активно используют учебный полигон «Нитка». На этом комплексе пилотов обучают взлетать и приземляться на палубу авианосца. Еще один такой же есть на Кубани, в Ейске, но он возле внутреннего Азовского моря. В то же время «Нитка» стратегический для россиян, потому что расположен недалеко от Черного моря, в зоне возможных боевых действий. У них есть полигон, приближенный к театру военных действий, который позволяет тренировать пилотов в непосредственной зоне от выполнения заданий. Ейск. У него другая ситуация и другое расположение. Россия превращает Крым в военную базу. На полуостров уже завезли ядерное оружие. Об этом в Европарламенте заявил Кустафа Джамилев. Сейчас Крым превращен в такую базу, в насыщенную оружием. Мы даже располагаем информацию, что уже там шесть ядерных боеголовок. То, что крылатые ракеты с ядерными боеголовками в Крыму есть, подтвердили учения россиян. Наименом маневры «Кавказ-2016». Там военные тренировались, как транспортировать и разворачивать ядерное оружие. По опыту того, что я лично проходил как командир для использования тактического ядерного оружия, я хочу сказать, они им владеют. Они обкатывают эти процессы во время проведения учений. НАТО смотрит на ядерную Россию, как на обезьяну с гранатой. Может и бросить, потому что она не умная, сказал Джамилев. Комментарии НАТО осторожные. Альянс пока что не владеет доказательствами того, что Россия разместила в Крыму боеголовки. Продолжается восстановление инфраструктуры, способной принимать и которая в свое время принимала ядерное вооружение. Подтверждений факта, что ядерное оружие уже размещено на полуострове, пока нет. Сейчас есть только непрямые доказательства. Это видео, отснятое водителем на трассе в направлении Керчи. О, ядерное оружие. На самом деле это не ядерное оружие, а комплекс «Искандар», который может его транспортировать. Вот он. Такие же машины крымчане замечали в 2016-м на объездной дороге из Симферополя до Ялты. Эксперты считают, в арсенале России может быть ядерное оружие разного калибра. Когда мы говорим о ядерном оружии, то обычно представляем большие межконтинентальные ракеты, стратегическое оружие. Но нам известно, Россия разрабатывает ядерное оружие небольших размеров, и это, конечно, тоже недопустимо. В НАТО надеяться, сдерживающим фактором для России в Черноморском регионе будет Турция. Страна владеет второй по численности армией среди всех членов Альянса. Кроме этого, в НАТО решили увеличить свое присутствие на юге Европы. НАТО понимает, что необходимо усиление, и именно поэтому было принято решение, что на базе румынского многоцелевого учебного центра будет развернуто постоянное обучение. Постоянно в Черное море будут заходить группы НАТОвских кораблей. Сейчас в оккупированном Крыму минимум 18 воинских частей армии России. По данным украинской разведки, на полуострове служат 70 тысяч военных и спецназовцев. Это в три раза больше, чем украинских военных до аннексии Крыма. Эта милитаризация направлена на то, чтобы укрепить, во-первых, группировку, которая там есть, первое, и второе, защитить данную группировку от возможного нападения. Военные эксперты называют современный Крым сухопутным авианосцем. Вооруженный ракетными комплексами и, возможно, ядерными боеголовками, он должен угрожать Украине и странам-членам НАТО. Дмитрий Евчин, Виталий Еремицын, Никита Исайко для Крымреалия. Географический скандал с политическим подтекстом. В Чехии напечатали школьные атласы, где Крым обозначен неукраинской территорией. Дипломаты направили жалобу в Министерство образования Чехии. Как там допустили такую халатность, выясняли журналисты радио «Свобода» в Праге и передали нам вещественное доказательство этого скандала. Вот он, географический атлас издательства «Картография Прага». Министерство образования, молодежи и спорта Чехии рекомендовало использовать этот атлас в школах. Давайте посмотрим, по каким картам ученики могли изучать географию. Страница 27. Аннексированный Крым заштрихован и отделен от Украины. Окупированные районы Донецкой и Луганской областей изображены точно так же на карте. Что означает штриховка? Примечаний в атласе нет. Дальше страница 101. Здесь статистические данные. Так вот, население и площадь Украины указаны в двух вариантах. Без Крыма и Донбасса и с ними. В чешском издательстве убеждены, что их карты правильные с точки зрения картографии. То есть, они отображают реальную ситуацию. Считают, что Крым и отдельные районы Луганской и Донецкой областей – это спорные территории. Вот как нам всё объяснили по телефону. Если говорить конкретно о территории Крыма, то картография Прага обозначает её двумя цветами. Цветом Украины – де-юре, а также российским, как де-факто. То есть, территория изображена как спорная, как я уже говорила. Де-юре принадлежит Украине, де-факто пребывает под контролем России. Это всё. Таких территорий на картах около сорока. Минобразование Чехии разрешило напечатать атлас в прошлом году, потому что рецензии экспертов-картографов были позитивные. По внутренним правилам ведомства, двух позитивных отзывов достаточно, чтобы атласам разрешили пользоваться в школах. Политика в такой ответ не устроил. Министерство иностранных дел сразу двух стран – Грузия и Украина – пожаловались чешскими властями. Действительно, этот атлас из школ изъяли, пообещали всё исправить и уточнить, что означают заштрихованные территории. Может быть создана отдельная карта с пояснениями, что эти территории временно оккупированные. То есть, такой вариант тоже допускается. Но в принципе, в картах, которые используются в учебных процессах и которые обозначают общие политические, географические понятия, там должно украинское государство обозначаться в его международно признанных границах с Автономной Республикой Крым и с отдельными районами Донецкой и Луганской областей. Среди чешских политиков действительно существуют пророссийские настроения. Президент Милош Земан не скрывает своей симпатии к Москве. Его называют другом Путина. Он призывает снять санкции с России и призывает признать, что Крым – это часть России. Можно было бы определить компенсацию за Крым – финансовой или же натуральной форме. Я имею в виду нефть или газ. Но это только мое личное предположение и ничего большее. Знают ли чехи, чей Крым и кому принадлежит полуостров? Наши коллеги поинтересовались у жителей Праги. Так не должно быть. Как минимум, должны быть обозначения, что эта территория оккупирована. Но она принадлежит Украине согласно международным нормам и праву. Крым украинский. Его подарил Никита Хрущев. А подарки не отбирают. А неправильные карты нужно изъять из продажи. И создать новые, которые не перекручивают правду и отвечают действительности. В запрещенном атласе заштрихован не только Крым. Так составители обозначили еще 40 территорий, где продолжаются конфликты. Это отдельные районы Донецкой и Луганской областей, Грузинские, Абхазия и Южная Осетия, а также Приднестровье. На Ближнем Востоке даже изобразили так называемое исламское государство. Хотя, конечно, официально такой страны не существует. И он никогда не признает территорию, оккупированную террористами, какой-то отдельной страной. Дмитрий Евчин, Ивана Тротненко, Никита Исайко для Крымреалия. Стратегическая дорога через весь Крым уже готова. На четверть, рапортуют российские чиновники. Наши корреспонденты побывали в крымских селах, где люди рискнули высказаться против строительства трассы. Мы покажем вам, как уничтожаются местные пейзажи и почему крымчане боятся экологической катастрофы. Смотрите последний материал из серии «Стройка века». Секретный объект – дорога Таврида. Там чуть ли не как КГБ. Почему ради нее жертвуют целыми селами? Все население против, против. И как уничтожают крымские пейзажи? Это будет уничтожать естественные ландшафты. Это Белогорск. Почвы тут каменистые, поэтому выравнивать дорогу сложнее и требует больше времени. Как идет работа и успевает ли все по плану работникам рассказывать запретили? Говорят, боятся шпионов. Нет, точно что ничего. Может быть диверсанты какие-то. На всех участках работает более 1100 единиц техники и около 800 рабочих. В компании заявляют, что большинство из них крымчане. А вот жители Белогорска рассказывают, что местным устроиться на строительство сложно. И фирма в основном привозит работников с материка. Работать тяжеловато устроиться. Почему? Потому что там чуть ли не как КГБ раньше брали. Там проверки. Питер потом решает. Для строительства Тавриды не хватает щебня и песка. Транспортировать полезные ископаемые через переправу долго и невыгодно. Поэтому щебень берут местный. Крымский. В Адовские ходят только КамАЗы. А наемники Вольвы в основном. Участники, кто нанимается на фирме. Вон, видишь, они стоят в машине. Потом на весовую они заходят, выписывают, весовую на проходную. Вот так я здесь когда-то работал. Министерство экологии отказывать строителям не может. Разрешение на карьеры дают столько, сколько нужно. Сегодня ощущается нехватка строительных материалов. Подрядчик строительства Тавриды, корпорация ВАД, требует в ускоренном режиме вести определенные карьеры, которые необходимы для работы, чтобы дорожники не отставали от намеченных сроков и вовремя сдали все объекты. Один из карьеров планировали разрыть вот здесь, в районе села Лекарственное. Местные жалуются, что тогда высохнет река Западный Булганак, которая здесь протекает. Кроме того, жителям пришлось бы жить в пыли. Считаю, что это ерунда и никаких карьеров не должно быть. Во-первых, мы питаемся от воды, ну ладно, у нас колодец, там нету, там есть. А вода пойдет и все пропадет. Там плачевая скала, татарский родник. Вообще, все прекрасно. После шума в прессе селянам пообещали – карьера здесь не будет. Впрочем, это единичный случай, когда людям удалось защитить свою позицию. И несмотря на новые обещания, местные все равно не доверяют словам чиновников. Ну, будем, значит, грудью стоять, отстаивать, чтобы нет. Экологию нарушать нельзя. Все население против, против. Это ж погибнет и деревня, и все. А вот в селе Криничное Белогорского района карьер активно работает. Здесь люди не спят ночами из-за шумотехники. Даже хотели перекрывать дорогу в знак протеста. Но им не позволили этого сделать. В основном старые жители, бабушки, хотели перекрывать. Ну, сказали, разогнали их, да и все. Сказали, зачем оно вам надо. Конечно, пыль, дышим. У нас окна прямо вот выходят. Вот я здесь живу на трассе. Пыль вообще, дышим, это как дети какой. Целый день и день, и ночь, во-первых, они ходят. Очень мешают. Безумно мешают. Видишь, нас снимают. Вы же видите, что здесь не пройти. Я работаю в Белогорске, приезжаю вечером. Вот здесь выхожу, здесь пройти невозможно. Боимся даже попасть под машину. Вот здесь выстраивается целый ряд. Целый ряд. По той стороне и по вот этой. Экологи говорят, что красивые ландшафты, которые уничтожают, не главная проблема карьеров. Пострадают и подземные воды, и уникальные краснокнижные растения. Во-первых, нарушится нормальное расположение водных пластов, подземных водных пластов, я имею в виду. Во-вторых, будет усиливаться эрозия на местах разработки карьеров. В-третьих, естественно, это будет уничтожать естественная ландшафт. В зоне строительства Тавриды работают археологи. В Белогорском районе нашли каменный мост конца 18 века. Его построили специально для визитов в Крым императрицы Екатерины II. Трасса Таврида не заденет уникальную археологическую находку. Впрочем, кроме самого моста на этом месте больше интересных артефактов нет. А скажите, пожалуйста, а здесь кроме моста еще какие-то находки были? Подковы, гвозди. Серьезного ничего нет. Там дальше курган был, копали, но это уже крымский институт был. Непонятно. Да особо нет ничего. Первые автомобили поедут Тавридой в конце года, когда достроят Керченский мост. Чтобы успеть к работам, привлекут даже студентов. Руководители строительных отрядов уже окрестили трассу Таврида всероссийским студенческим строительством. Назар Сытник, Александр Хоменко, Крымреалии. 10 долларов Натальи Поклонской. Столько стоит новая книга экс-прокурора Крыма. Ее уже прочитали мои коллеги и нашли ошибки, оскорбления в адрес знаменитости и рассказ о муже, которого она раньше скрывала. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Она автор! Она автор! Она автор этого интервью. Такое инцестуально-БДСМ-порно. Я же не писатель. Но я знаю, как это сшивает материал уголовного дела. Она совершенно шизай. Врачи нас не проверяют. Это не предусмотрено законом. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В книжном магазине Поклонская презентует свою книгу. В первые же минуты автора обвиняют в плагиате. Мол, текст не писала, а просто собрала свои интервью. К тому же не спросила у журналистов разрешения на публикацию. Об этом заявила замглавного редактора журнала «Русский репортер». Посетительница. Зачитывает ее пост. Я соавтор этой книжки. Потому как депутат ее не написала, а собрала из всех интервью с ней. И мое интервью – одно из них. Почему вы не посоветовались с авторами перед тем, как публиковать их? Наталья Поклонская отрицает, что украла публикацию. Покрываясь потом, издатель защищает депутата. Мол, авторское право журналиста, согласно Российскому гражданскому кодексу, не нарушено? Произведения, собранные в данной книге, являются освобожденными. Их можно использовать. А интервью Натальи Владимировны – это что? Она автор! Она автор! Она автор этого интервью. Это не так? Спасибо большое. Нет, это неправда. Почитайте гражданский кодекс. Книга Поклонская – это сборник юречей в судах и прокуратуре. Но больше всего здесь именно интервью. Их 22. Церемония превратилась в банкет. Все кричали там гиб-гиб ура за царя императора, за Наталью Владимировну Поклонскую. Павел Коныгин, журналист «Новой газеты», вспоминает, как в 16-м году приехал в Левадию на интервью с Поклонской, а та пошла на банкет. На следующий день журналист чуть ли не с боем прорывался к прокурору. Этого материала с неудобными вопросами в книге Поклонской нет. Автор подозревает, почему. Мы обсудили вопросы относительно ее взаимоотношений с крымскими элитами, с Аксеновым, с Константиновым, с незаконной застройкой структурами Константинова, пляжей Крыма. Вот как-то с пляжами Крыма не очень там все было так решительно, да, как с Матильдой. В книге «За 10 долларов» мы нашли десятки ошибок. Ахтемчи и гос здесь чекоз. Искажено название крымско-татарского добровольческого батальона. В Крыму, согласно Поклонской, живут то 25, то 125 национальностей. Путанится и с ее мужем. В начале книги заявление, что его нет. Она одна воспитывает дочь Настю. А на страницах 156 и 204. Ребенок с мужем ждут ее дома. Дочь рисует родителей в стиле аниме. Поклонская признается, если бы не издатели, не решилась бы на книгу. Ну как-то мне делось страшно. Я не знала, с чего начинать. Ну я же не писатель. Ну я знаю, как сшивать материал уголовного дела. Я знаю, с чего начинать уголовное дело. С постановления возбуждения. Я сидела, писала, дома учитывала. Фотографии выбирала, чтобы красиво получилось. Цель этой книги – не заработать денег и не заявить о себе, как о писательнице. Это любование собой, своими фотографиями. 318 страниц самопиара, считает украинский медиаэксперт. Такой был раньше формат, скажем, DVD. Где такое инцестуально-БДСМ-порно, которое интересно подержать в руках, но смотреть почему-то не хочется. Даже российские телезрители, несмотря на уже выжженные телевизором мозги, вряд ли отдадут за это кровно заработанные денежки. Но на презентации в Москве толпа людей. Кто-то пришел сюда с иконой святых страстотерпцев, а кто-то требовал повышения Поклонской. Лично я вас вижу или генеральным прокурором России, или президентом нашей Родины. Российские власти просят Поклонскую замолчать, а та пытается остаться на плаву. Именно для этого издала книгу, считает известный в Украине и России журналист. Появление этой книги – это истошный выкрик в историю «так я все-таки существую». Обратите внимание, что слово «вера» стоит на первом месте, а «отечество» на втором. Вот почему она сейчас никто, и вот почему появилась эта отчаянная книга. Чтобы помнили. Ответ простой – забудут. Он утверждает, Поклонскую специально убрали из Крыма, поскольку она своей активностью мешала местным элитам. Она совершенно шиза ей. Она же так и не поняла, что ее оттуда убрали, потому что она была неадекватка. Ее убрали куда? В Государственную думу. Замечали ли странное поведение женщины во время ее работы в Генпрокуратуре Украины? Мы спросили у прокурора, который расследует государственную измену Поклонской. На воронах прокуратуры с 2002 года работала. Поэтому я вам не могу сказать, как на тот момент проводилась проверка. Врачи нас не проверяют. Это не предусмотрено законом. Преданность вере и отечеству мы без проблем привезли из Москвы в Киев. В списках запрещенной литературы книги пока нет. Таможенники еще будут исследовать ее на соответствии украинскому законодательству. Если будет обнаружено, что в данной книге содержатся материалы, которые могут влиять на целостность или суверенитет Украины, то будет принято решение о недопуске товара на территорию Украины. Поклонская уже озвучила свои дальнейшие творческие планы. Будет писать книгу воспоминаний о крымском референдуме 2014 года. Так они признаны в мире. Александр Шевченко, Никита Исайко, Александр Подробинник для Крым Реалии. Это все, о чем мы успели рассказать сегодня. С вами были Крым Реалии и я, Катерина Некречи. До встречи уже через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова